Русские новости У нас холодрыга в средней полосе России, говорят, потепление климата. Давно что-то такого не было, чтобы майская погода была уже в конце июня. Русские новости состоят не только в том, чтобы обсуждать только проблемы, связанные с русским общественным движением, но и проблемы России. И многое из того, что пишут или представляют зрителям на телевидении, совершенно неприемлемо для восприятия русского человека, и приходится делать отбор хоть какой-то полезной информации. А нам в негативном ключе может быть, то есть мы что-то услышали и оценили как какую-нибудь мерзость, очередную русофобскую мерзость, чем в общем-то и славится путинский режим. Ну ничего другого он не производит, кроме мерзости. То есть измена, обман, коррупция, воровство, подлости, нарушение закона, конституционных норм и так далее, и так далее. То есть сплошной поток негатива от них идет. Ну мы и должны расценивать все это со своей, с русской точки зрения. Когда, скажем, возникает инициатива, кто-то там сказал Путину или Медведеву, что надо гражданскую присягу, всех обязать, чтобы все присягали на верность России. Ну кто нас хочет к присяге приводить? Вот это вот варьё, вот эти изменники, ну конечно мы не должны в этом участвовать ни в коем случае. Даже если нам напишут закон, вы обязаны. Я заболел, умер, меня просто нет. Для вас меня нет. Какая клятва может быть? Я лично вот просто говорю, что я никакой клятва режиму Путина, Медведева и всей их шайки, если они кого-то следующего там поставят, кому-то шойгу, никогда никакой присяги приносить не буду. Не приносил присяги Российской Федерации, этому обломку России. Не приносил присяги Ельцинскому режиму и не буду приносить присягу режиму мерзавцев, которые захватили власть самозванцам. Нельзя приносить присягу. Но они-то уже готовы. Они своих готовы зарядить, чтобы все, как ура патриоты, квасные патриоты, или там патриоты какого-нибудь пойла, пошли бы и хором все высказали какую-нибудь формулу, а Жириновский уже даже придумал. Не знаю, почему он там придумал. Читать всю эту глупость, конечно, не надо. Ну, надо заметить, что они хотят нас вот склонить к тому, что мы свою верность России бы распространили на них. Нет, мы России-то верны, только нам для этого не нужны никакие публичные клятвы, в особенности, если их от нас требуют вот эти негодяи, которые с этой инициативой выступают. В традиции России гражданская клятва, когда там достигал 14 лет любой юноша или девушка, они должны были приносить присягу на верность императорской фамилии и в лице этой фамилии, естественно, России. Олицетворением России была власть России. Сейчас власть в России олицетворяет все самое гнилостное, подлое и негодяйское, что существовало в нашей истории. Эти люди не являются лицом России. Они являются, может быть, каким-то противоположным местом, если проводить вот какие-то такие физиологические аналогии, но к России они никакого отношения не имеют. Это враги России, и им присягать нельзя, в их лице нельзя присягать. Вообще нельзя. Поэтому и в армии служить крайне затрудительно, потому что там требуют присягу. Об этой присяге у нас была одна передача, где показано, что эта присяга лживая, ложная. И когда вы ее принимаете, вы сами себе лжете. Ну, под воздействием насилия какого-то, да, вы приходится вам, да, вам говорят, это вы исполняете свой гражданский долг. Да нет, вы ничего не исполняете. Вы исполняете только то, что вам впихнули насильно в вашу голову или там ваш образ жизни, и вроде бы вы клянетесь в верности России. Лучше придумайте тогда какую-нибудь свою присягу, и вот после присяги, воинской присяги, которая является обязательной, вы ее перед своими людьми произнесите. Настоящую присягу. Традиционную, например, присягу. Как-то ее можно осовременить. И традиционную присягу России принесите. Но только не перед этими мерзавцами, которые вам этот текст подсунули, совершенно бредовый. Ну, так же, как и текст присяги президента, который он не исполняет, являясь тем самым для этого преступником. Ну, вы тоже не будьте клятвопреступниками. То есть произнесите ту клятву, которая действительно соответствует высокому долгу служения России, а не проклятому путинско-ельцинскому режиму. Вот сейчас один из разделов я назвал «Лживая дрянь». Имея в виду секретаря президента или там пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Вот он объявил, что протестные акции не являются опасными для Кремля, но провокационные действия на несогласованных митингах являются опасными для граждан. На самом деле, самым опасным для граждан является существование путинского режима, ложь, которая беспрерывно льется со стороны, в том числе, пресс-службы президента. И весь этот режим, естественно, является для нас опасным. Мы сами себе никакой опасности не представляем и живем, в общем и целом, мирно, зная прекрасно, где есть законы божеские и где есть законы человеческие. Далее, вот так высказался Песков. Да нет, проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Для них представляет. Вот для них, для Пескова, для Путина представляет опасность любые акции, которые не прославляют их, а критически относятся к нынешнему положению России и граждан. Мы это видим прекрасно. Поэтому они не согласовывают нам акции. 12-го числа они согласовали акцию Навальному. Но Навальному не нужно никаких выступлений, никаких здравых мыслей. Ему не нужно ничего. Абсолютно безответственный человек. Ему с трибоны говорить не о чем. Только мы здесь власть. Да никакая вы не власть. Просто пришли тут и болтаете непонятно что. Поэтому, ну зачем митинг? Надо какие беспорядки организовать. Но это же и Кремлю нужно. Организуйте, пожалуйста, беспорядки, которые нужны именно для того, чтобы Путин снова стал Путиным. Вот если Путин не получает президентских полномочий через год, то он вообще никто. И до этого потом окажется, что и до этого он был никем, просто пустышкой, самозванцем. Как только это произойдет, всем все это сразу станет ясно, все это вылезет наружу. А им нужно, чтобы были какие-нибудь бунты. Ну вот Навальный для этого очень подходит. А Песков просто лживая дрянь, которая говорит, никакой опасности не представляет. А что же вы тогда все время запрещаете митинги национал-патриотов? Нет, мы для вас представляем опасность, и мы это не скрываем. Да, мы ваш самый страшный сон. Если национал-патриотов придут к власти, вам мало не покажется. Именно поэтому вы все время лжете и все время обманываете и говорите, а мы не можем вам согласовать акцию, потому что на этом месте уже все занято. Приходим на это место, ничего не занято. Ни одной души нет, никого, ни полиции, ни людей, ничего. Нам просто не согласовали. И только высылают отряды ОМОН, прежде ОМОН, а теперь Росгвардии, которые где-нибудь из-за угла смотрят, а соберутся они или нет. Ну если соберутся, ну это же подарок. Мы всех похватаем, за решетку посадим, вечером отпустим. Ну нет, за что задерживать. Ну просто задержим за то, что вот мы так и захотели. Потому что начальство сказало, не допустить. Ну мы и не допускаем. Все это, конечно, беззаконие. Об этом беззаконии Песков, негодяй и лживая дрянь прекрасно знает. И наводит тень на полетень. Ну посмотрите на его лицо, лицо какого-то вурдалака. У него же на лице написано, что он лживая дрянь. Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. Вы несете опасность окружающим людям. Главная опасность во всех политических мероприятиях на улице – это полиция. Ну и естественно те, кто дает полиции задания. Граждане обычно организуются так, что никакой опасности ни для кого они не представляют. А вы организуете эту опасность. Вы создаете напряжение. Вы возбуждаете ненависть к самим себе и ко всему этому политическому режиму. Но действительно мы вас ненавидим. Ненавидим вас как лживых дряней, которые вообще никогда не говорят правду. А если и говорят, только чтобы солгать в следующей своей фразе. Также Песков подчеркнул, что правоохранительные органы сделали все для обеспечения правопорядка в ходе провокационных акций в российских городах, в том числе в Москве. Они сделали все, чтобы как можно больше нагадить нашей стране и нашему народу. Ну, в содружестве с Навальным, конечно. Они действуют заодно вместе. В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все случились провокации, как и предупреждали городские власти. Городские власти не предупреждали, а организовали. Я назову конкретные фамилии. Это зам, ну, сначала, во-первых, мэр Собянин, конечно, провокатор, негодяй и самозванец. Во-вторых, назначенный им заместитель мэра Горбенко, на которого всегда ссылаются те, кто присылают нам отказ в согласовании в наше мероприятие. Следующий господин Черников, который возглавляет департамент региональной безопасности, очередной чекист, который ненавидит нашу страну, граждан и гражданские права. Поэтому он и возглавляет этот департамент именно такого негодяя, и нашли. Ну, взамен предыдущего по фамилии майоров. И подписывает все эти подлые бумажки господин Олейник. Он прекрасно знает, что законодательство требует предоставления других мест, если какое-то место занятое или по каким-то причинам его невозможно предоставить. Ну, Собянин перерыл всю Москву. Где-то, мы же не везде знаем, где перерыто. Ну, просим такое место. Другое должно предоставить. Никогда этого не делается. Вот. И этот господин Олейник постоянно совершает преступления против государственного порядка управления. Против ключевых, основополагающих общественно-политических прав граждан. Все эти перечисленные лица, на мой взгляд, должны быть немедленно арестованы. Это не происходит только потому, что правоохранительные органы у нас возглавляют ровно такие же негодяи. И Бортников, ФСБ, Чайка, прокуратуру, Следственный комитет, суды. Все это звенья одной цепи. Негодяйской, антизаконной, самозванной, никак не связанной с народом. Хотя народ является у нас по конституции источником власти. Каким образом вы получили власть? Как вы связаны с народом? Каким образом? Ах вы, Путин вас назначил, а Путин, оказывается, от народа власть получил. Ну, это же вранье, мы же это знаем точно. Все выборы, вся политическая система и выдвижение кандидатов, все это фальсифицировано. И об этом мы не раз говорили. Вся система подлежит кардинальной перестройке, восстановлению связи между государственными органами и народом. И только тогда мы сможем сказать, что да, это Россия, это государство, которое имеет право называться Россией. А сейчас просто группировка самозванцев, которые издеваются над нашей страной и организуют геноцид русского народа. Вот целое гнездо лживых дряней. Военно-следственное управление ВСУ Следственного комитета завершило расследование основного дела в отношении к зловы Департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгении Васильевой. Более того, она уже ознакомилась с материалами расследования. В мае 2015 года Евгении Васильевой был вынесен приговор по так называемым выделенным материалам, включающим 12 эпизодов преступной деятельности. Основное дело, объединяющее более 40 эпизодов хищения активов Министерства обороны, экс-руководства вот этого ДИО Департамента имущественных отношений, осталось в производстве главного военного следственного управления Следственного комитета. Расследование этого большого дела после долгой работы было завершено. Васильева еще три недели назад закончила знакомиться с материалами. Воровка и преступница, найдешься тяжелейший урон нашей обороне и безопасности, свободно, свободно. Люди, которые защищают нашу безопасность, как безопасность от измены чиновников и от внешних врагов, напротив, сажаются в тюрьму или увольняются со службы. Это общее правило, это не случайности какие-то, это общее правило, которое распространено везде и всюду. Ну, поэтому большая работа предстоит после русской национальной революции в кадровой политике, в люстрации, в выяснении преступной деятельности всех этих людей. Дальше обвинительное заключение должно уйти на утверждение в прокуратуру, а оттуда в суд. Однако этого не происходит по независимым от правоохранительных органов причинам. А какие это такие причины в сообщениях, независимые от правоохранительных органов? Этот процесс отложен на неопределенный срок, на неопределенный период. Кто это смог сделать? Я могу сказать. Из Кремля позвонили и сказали. Дело заморозить. И вместо того, чтобы действовать по закону, а по этому звонку просто послать на все буквы русского алфавита, они берут под козырек. Они подчиняются не закону, только приказу. В мае 2015 года Васильева была приговорена к пяти годам заключения, но в колонии провела всего 34 дня. Ну, весело так. Наверное, еще не успела там освоиться. И, может быть, ей даже и не предлагали в камере побывать. А, может быть, она туда даже не ездила. А просто числилась в колонии 34 дня. Сама, наверное, отдыхала где-нибудь на югах или в своей собственной многокомнатной квартире. Ну, так, которая по рангу, наверное, как у руководителя огромной какой-нибудь бизнес-корпорации с оборотом многих миллиардов долларов. Приговор Пресненского суда поставил все расследование уголовного дела под сомнение. Не признал Васильеву виновной в занижении стоимости проданного имущества Минобороны, на что в первую очередь упирал следствие. Наоборот, в суде сочли, что Следственный комитет завысил в своих материалах цену объектов. Замечательно. Васильеву признали виновной лишь в том, что подконтрольные ей фирмы незаконно получали агентское вознаграждение со сделок по продаже объектов Минобороны. А что это вообще за агенты такие? А Министерство обороны самостоятельно не может продавать. Оказывается, обязательно нужно агентов привлекать. А и это не считается преступлением. И вот в отмывании денег этими агентами. То есть здесь прямо собирало на несколько лет, даже в этом случае, на несколько лет тюремного заключения или нахождения в колонии, желательно строгого режима, среди уголовников, среди убийц. Здесь ничего, вообще никакой ответственности. Таким образом, выводы суда противоречат выводам следствия, в том числе и по остающимся в производстве Следственного комитета делам о продаже недвижимости по дешевке. А вот что на самом деле творится на фоне этого беззакония, когда преступники-изменники остаются на свободе. Что творится? Нам Голикова, глава счетной палаты, рассказывает. Общая сумма выявленных аудиторами нарушений и недостатков в прошлом году выросла на 87% по сравнению с 2015 годом и составила почти триллион рублей. По материалам проверок, переданных в Генпрокуратуру, возбуждено в три раза больше уголовных дел. 45 вместо 15. В 2015 году президент поручил повысить эффективность использования бюджетных средств. Из 16 пунктов того поручения считаются выполненными лишь 5. Вот и все. Да нет никакого государства, они не способны управлять государством, потому что в кадровой политике они отбирают самых негодейских негодяев, которые только могут найти по всей Руси великой. 16 год стал самым неэффективным по использованию федеральной адресной инвестиционной программы, заявила глава счетной палаты. Кассовое исполнение самое низкое, начиная с 2008 года. Из 443 объектов, намеченных к вводу, введено лишь 224. В итоге на 12% до 12 тысяч выросло количество объектов незавершенного строительства. Ну это же последние дни СССР, когда сплошная незавершенка везде. 12 тысяч незавершенных объектов. В возрасте до 3 лет стоят в очереди около 142 тысяч детей. Да нет никакой демографической политики. Нет. Может быть, петиции писать-то уж бесполезно. Эти тупицы же ни на что не способны. Они думают, что мы все такие сладкие и готовы покориться любой власти, даже такой поганой, как путинская. В 2016 году на 1300 штук сократилось количество детсадов, имеющих все виды благоустройства. То есть имеющие просто теплый туалет, воду и отопление. Почти две трети в них на селе. Полная катастрофа на селе. Создано 1600 новых мест в школах. Но число обучающихся во вторую смену в стране выросло почти на 10 тысяч. А число обучающихся в зданиях с износом более 50% на 68 тысяч. Ну как это может быть? То есть элитные школы мы строим, получается. А люди вводят своих детей в аварийных помещениях. Их помещают для того, чтобы обучаться разумному, доброму, вечному. 19 введенных школ не работают, потому что у них нет лицензии на образовательную деятельность. Все вообще не готовили, встроили, для чего непонятно. На 1 июня объем использованных бюджетных ассигнований, заложенных на эти цели, на 2017 год, составил 9% утвержденных назначений. Но это же просто катастрофа. Они не умеют управлять финансами, не управляют ни денежными, ни материальными ресурсами. Не умеют. Катастрофа. Катастрофа. Этих людей надо срочно отстранять от власти. Срочно, желательно, чтобы в 2018 году Путин не забрался снова на политический олимп, потому что катастрофа продолжится ускоренными темпами. Мы этого хотим. Мы забыли 90-е годы, момент, когда все расчленили и все разграбили. Еще раз к этому придем. Еще раз будет то же самое. В Совете Федерации будет создана комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Сенаторы считают, что наша страна столкнулась с открытыми, злонамеренными попытками воздействия, которые в конечном счете направлены на смену действующей власти. То есть они, скорее всего, нас имеют в виду, национал-патриотов. Мы действительно хотим действующую власть сместить. Мы это не скрываем. Это наша фундаментальная цель на сегодняшний день. В отличие от либерастов, которые просто хотят сменить не систему, а лиц. Они хотят одних коррупционеров заменить на других. Этих коррупционеров наказать и насобирать новых. Систему не менять. У нас есть проект совершенно другой системы. И начинается этот проект со слова национализация. Национализация собственности и власти. Возвращение того и другого народу. Ну не просто народу, сброду какому-нибудь, а тех, кто объединяется в нацию, в политическое единство. И над этим мы работаем, мы стараемся, стремимся к этому. Мы стремимся к благу Отечества, к благу наших коренных народов, которые здесь проживают. Ну а вот эта вот политическая шваль рассуждает о том, что вот они, оказывается, борются за суверенитет. Да они даже не знают, что такое суверенитет. И они своими действиями постоянно этот суверенитет подрывают. Фейсбук начали обвинять в хакерских атаках новые, но далеко не последние инструменты войны, где не стреляют пушки, хотя в числе потерь, по мнению отечественных сенаторов, оказывается государственный суверенитет. Оказывается, Фейсбук им помешал. А то, что сами они изменники, они как-то этого не замечают, что они соучаствуют в оккупации России самозванцами и русофобами, они об этом стараются не знать. Но если бы знали, ну они бы, наверное, сотрудничали бы с национал-патриотами. Нет, ну нет таких, я не знаю ни одного. Тех, кто называют сенаторами по недоразумению, на самом деле. Совет Федерации это просто собрание политических пенсионеров, которые что-то там высказывают. Это не имеет, конечно, никакого отношения к будущему России и никаким перспективам. Все это делается, вот Валентина Матвиенко, ну такая у нас просто вот мудрец такая в юбке, все это делается для того, чтобы нагнетать антироссийскую истерию, демонизировать Россию, запугивать своих граждан мифической российской угрозой. Из-за этим очевидно стремление ослабить нашу страну экономически, политически, повлиять на ее независимую внешнюю политику, на ее растущее влияние в мире. Вранье. Во-первых, никакого растущего влияния нет. Во-вторых, никакого суверенитета нет, никакой независимой внешней политики нет. Просто в помине. А самыми главными врагами являются не внешние. И как раз вот их-то как раз раздувают эти фигуры. На самом деле эти фигуры абсолютно ничтожны. Да не до того сейчас врагам России. Конечно, они ведут традиционную подрывную деятельность. Но главная подрывная деятельность, главный ее источник, это Матвиенко и другие, естественно, там. Все окружение Путина. По мнению Матвиенко, бессмысленно опровергать, без доказательной обвинения в адрес России. Необходимо нейтрализовать сами попытки вмешать в свое внутреннее дело. Но лучше всего было бы вообще закрыть сайт Федерации, потому что вот столько глупостей и вранья. Вот Чайка тут еще, видимо, выступал. Там же говорит, целью работы враждебных в нашей стране организаций, как правило, является смена власти в России. Значит, мы вот враждебная организация, только не России, а вашему политическому режиму, который к интересам Россия не имеет никакого отношения. Вы враги России. Вы первейшие враги России. Матвиенко, Чайка и прочее, прочее, прочее. Речь идет о том, чтобы через физических лиц стали иностранные учреждения передавать финансирование некоммерческим организациям. Такая лазейка в законе. Есть, не могу сказать, что это уже очень широко используется, но пользуются. Ну, говорит какой-то там сенатор, бог знает, не будем мы возвращаться. Косачев, тот вот один из изменников, за деятельностью которого я давно слежу, говорит, мы прежде всего свидетельствуем о вмешательстве в дела Российской Федерации, за рубежа, в том числе с использованием тех возможностей, которые существуют в нашей стране. Ну, вот изменник нам рассказывает о том, как и кто вмешивается, который просто в этом деле постоянно соучаствовал, будучи руководителем соответствующего комитета в Государственной Думе. В течение многих лет предательская его деятельность отмечена в том числе и зарубежными наградами. Происходит убийство поколения. В рамках исследования, которое обнародовано, наблюдали 426 детей из четырех школ в разных районах Москвы. И контрольное обследование проводилось в течение 11 лет, каждый год в апреле. Детей осматривали педиатры, производилось трехкратное измерение артериального давления. Учеников осматривали ортопеды, офтальмологи, неврологи, офтальмологи, кардиологи. С 2005 по 2015 год не было обнаружено ни одного полностью здорового старшеклассника. Ни одного полностью здорового старшеклассника. Это в Москве. Это в Москве. Ну а что говорить о других? А среди первоклассников всего 4% являются полностью здоровыми. Вот такая катастрофическая ситуация. И это не все, это только вершина айсберга. Потому что есть много другой информации и гораздо более страшной, с которой мы сталкиваемся непосредственно в своей жизни. А это просто цифры. Они нам кажутся просто цифрами. Ну что их бояться? Это же циферки, больше ничего. Ну как все равно бояться учебника математики. Бессмысленно, да? А надо бояться этих цифр. Потому что они показывают катастрофу каждого из нас. Неуспешность каждого из нас. И неуспешность страны в целом. С правительством Медведева, Путина и всего их окружения мы можем быть только неуспешной страной. А они будут успешны в том понимании успеха, который для них близок. В деле материальном. Набить карманы и свалить за рубеж. Вот их счастье. Но у нашей счастья другое. Наше счастье в служении своему народу, своему отечеству. Поэтому Россия и русскую власть. Вступайте в русские национальные организации. Участвуйте в русском национальном движении. Тем только наша страна и может быть спасена.